Проходит шесть месяцев от памятного дня рождения Настасии Филипповны. В семье Япончиных узнают, что после кутежа с Рогожиным в ту самую ночь в Екатеринговском вокзале она сразу скрылась. Вскоре выясняется – она в Москве, и туда сразу выехали друг за другом Рогожин и князь. Впрочем, у князя в Москве было и дело о наследстве. Ганя наутро после того кутежа принёс пачку со ста тысячами ненадолго вернувшемуся в его квартиру князю. Секретарскую службу у генерала Япончина Ганя бросил. Япончины узнают также, что Рогожин нашёл Настасью Филипповну в Москве, но там она ещё дважды сбегала от него и в последний раз вместе с нею пропал из города Мышкин. Полученное им наследство оказалось не так велико, как ожидали, да он ещё и раздал немалую его часть разным сомнительным претендентам. Ввиду всех этих новостей генералща Лизавета Прокофьевна Япончина и её дочери очень интересуются судьбой князя. Проект брака Тоцкого со старшей из трёх сестёр Япончиных Александрой тем временем расстраивается. Зато дело идёт к скорой свадьбе другой сестры Аделаиды с молодым красавцем и богачом, князем Ще. Друг Ще, Евгений Павлович Родомский, светский остроумец и сердцеед, начинает ухаживать за третьей сестрой – Аглаей. Варя Иволгина после того, как брат её потерял служебное место, выходит замуж за ростовщика Птицына и переезжает к нему со всеми родственниками. Варя и её младший брат Коля сближаются с семьёй Япончиных. Перед Пасхой Коля неожиданно передаёт Аглае странное письмо от князя Мышкина. «Вы мне нужны, очень нужны», – пишет в нём князь. «Я от всей души желаю вам счастья, и хочу спросить, счастливы ли вы». Аглая очень рада этому письму. Ровно через полгода после дня рождения Настасьи Филипповны князь Мышкин вновь приезжает в Петербург, получив перед этом письмо Лебедева. Тот сообщает в нём, что Настасья Филипповна вернулась в Петербург, и здесь её вновь разыскал Рогожин. Сойдя с поезда, князь в вокзальной толпе вдруг чувствует на себе горячий и неприятный взгляд двух чьих-то глаз. Князь посещает Лебедева, который рассказывает, что Рогожин вновь склоняет Настасью Филипповну выйти за него. Уже зная мрачный ревнивый характер Парфёна, та в ужасе от такой перспективы, но Рогожин очень настойчив. «А от вас, князь», – добавляет Лебедев, – «она ещё пуще желает скрываться. И здесь премудрость». От Лебедева князь едет в мрачный грязно-зелёный дом Рогожина. Парфён встречает его без особой радости. Князь случайно замечает у Рогожина тот же взгляд, который он поймал на себе в вокзале. Князь уверяет Рогожина. «Мешать твоей женитьбе на Настасье Филипповне я не буду, хотя чувствую, что за тобой ей непременная гибель, да и тебе тоже. А сам я её не любовью люблю, а жалостью». От вида и голоса князя Парфён немного смягчается. Он рассказывает, как Настасья Филипповна старалась порвать с ним в Москве, как он избил её, а потом, прося прощения, полторы сутки не спал, не ел, не пил, на коленке перед ней становился. Она же то ругала его, то зарезать хотела, а когда спать пошла, не заперла за собой комнаты, сказав «не боюсь тебя». Но, видя его отчаяние, она всё же обещала выйти замуж. «Пойду за тебя, Парфён Семёныч, всё равно погибать-то». Однако потом опять сбежала, а найденная здесь в Петербурге пока насчёт свадьбы ничего не сулит. «У тебя, – говорит Парфён Семёныч, – сильные страсти и большой ум есть. Без любви ко мне ты сел бы, как отец, деньги копить, и, пожалуй, накопил не два миллиона, а десять, да на мешках своих с голоду бы и помер. Потому у тебя во всём страсть, всё ты до страсти доводишь». Князь Патрисион, что же она сама под нож идёт за тебя, выходя? «Да потому ты идёт за меня, – отвечает Парфён, – что за мной нож ожидает. Она не меня, а тебя любит, пойми. Только думает, что выйти ей за тебя невозможно, потому что этим она тебя опозорит и сгубит. Я, – говорит, – известно какая. Она поэтому тогда от тебя и убежала». Князь, в волнении слушая, рассеянно берёт лежащий у книги на столе нож. Рогожин тут же нервно вырывает его у Мышкина из рук. Рогожин провожает уходящего князя. В коридоре они проходят мимо картины – копии мёртвого Христа Гальбейна, где Спаситель изображён во гробе израненным и почерневшим, как обычный смертный человек. Остановившись, Рогожин спрашивает князя, верит ли он в Бога, замечая. «Я вот на эту картину люблю смотреть». «Да от этой картины вера может пропасть», – восклицает Мышкин. «Пропадает, и то», – подтверждает Парфён. Князь рассказывает ему, как, остановившись недавно в гостинице, узнал, что за ночь до этого один крестьянин с молитвой «Господи прости», зарезал другого за серебряные часы. Потом князь слышал от случайно встреченной простой бабы сравнение Божьей радости о раскаившемся грешнике с радостью матери, которая заметила первую улыбку у своего младенца. Мышкин подивился глубине этой мысли, выразившей разом всю суть христианства. Парфён вдруг предлагает князю обменяться крестами, побрататься, и тянет его на другую половину дома, к своей слабоумной по старости матери. Та крестит Мышкина, но при прощании князь видит, что Рогожин обнимает его лишь через силу, заставляя себя. «Так бери же её, коли судьба! Твоя, уступаю! Помни Рогожина!» – говорит он Мышкину дрожащим голосом и быстро уходит. Князь собирается ехать на даче в Павловск, но уже сев вагон, вдруг выходит обратно, потому что перед посадкой на вокзале ему вновь померещились толпе глаза Рогожина. «Быть может, он следит, не поеду ли я к Настасье Филипповне?» – думает князь. «Зачем? Что хочет сделать в этом случае?» В витрине при вокзальной лавке князь вдруг видит такой же, как на столе у Рогожина нож. На улице душно. Охватившая князя душевная тягость напоминает приближение эпилептического припадка, какие случались с ним раньше. Мышкин гонит от себя мысль о том, что Рогожин способен покуситься на его жизнь. Но ноги сами несут его к дому, где живёт сейчас Настасья Филипповна. Князь знает его адрес от Лебедева и испытывает мучительное желание проверить, пойдёт ли Рогожин за ним. Дойдя до дома и обернувшись от двери, он видит стоящего через перекрёсток Парфёна. Ни один из них не подходит друг другу. Князь идёт в свою гостиницу. В воротах он замечает мелькнувшего впереди человека, а когда поднимается по лестнице, из тёмного угла на него бросается Рогожин с ножом. От удара князя спасает лишь внезапно наступивший припадок. Он внезапно падает со страшным криком, и Рогожин, смешавшись, убегает. Лишённого сознания князя находит ждавший его в гостинице Коли Иволгин и перевозит на дачу Лебедева в Павловск. Мышкин ещё раньше договорился снять её. Князь быстро оправляется на дачу от припадка. К нему сюда ходят друзья и знакомые. Вскоре навещает и семейство Япончиных. В шутливом разговоре Аделаида, Япончина и Коли случайно упоминают про рыцаря бедного, лучше которого нет на свете. Красавица Аглая сначала конфузится от этих слов, а потом объясняет матери. Она с сёстрами недавно вспоминала про пушкинское стихотворение об этом рыцаре. Поставив себе идеалом образ чистой красоты, рыцарь поверил ему и отдал ему всю свою жизнь. Объявив «Я люблю рыцаря бедного и уважаю его подвиги», Аглая выходит на середину террасы и становится перед князем, чтобы прочесть это стихотворение. Она декламирует его с большим чувством, но заменяет буквы надписи на щите рыцаря «АМД, славься, Матерь Божия», на «НФБ» Настасья Филипповна Барашкова. Князь гадает, что хочет выразить Аглая – насмешку над ним или истинное чувство восторга. Как раз вошедший с саркастическим видом Евгений Павлович Родомский, похоже склоняется к первому объяснению. Дочь Лебедева, Вера, сообщает князю, что к нему рвутся четыре молодых человека. Один из них называет себя сыном Павлищева – умершего опекуна князя, который лечил его в Швейцарии на свои средства. Мышкин уже слышал о связанном с этим сыном мутном деле, пятнающем его репутацию. Слышали о нём и япончины. Аглая с горящими глазами советует князю тут же решительно объясниться с пришедшими. Лебедев объясняет – это крайние нигилисты. Князь просит впустить их. Входит мнимый сын Павлищева, его настоящее имя – Антип Бурдовский. С ним входит также племянник Лебедева – Докторенко, отставной поручик-боксёр Келлер из бывшей пьяной Рогожинской компании и сын капитанши Терентьевы Ипполит – юноша в последней стадии чахотки. Нигилисты стараются вести себя развязно и наголо. Лебедев приносит прогрессивную газетёнку со статьёй о князе, которую они опубликовали. Коли читает статью вслух. Князь высмеивается там, как идиот, игрою судьбы, получившей крупные наследства. Затем рассказывается, что крепостник Павлищев якобы обольстил в молодости крестьянскую девушку – мать Бурдовского, и теперь князю, не по закону, а по справедливости, следовало бы отдать Бурдовскому – мнимому сыну Павлищеву. Десятки тысяч, которые Павлищев потратил на его лечение в Швейцарии. Статья оканчивается гнусной безграмотной эпиграмой на князя. Друзья князя ошеломлены гадким тоном статьи. Точно 50 лакеев вместе сочиняли. Но сам Мышкин объявляет, что решил выдать Бурдовскому десять тысяч рублей. Он разъясняет – всё дело, по-видимому, затеял адвокат-мошенник Чебаров, а Бурдовский, скорее всего, искренне уверен в том, что он сын Павлищева. Князь просит, чтобы о деле подробно рассказал присутствующий здесь Ганя Иволгин, который уже занимался им по его просьбе. Ганя рассказывает. Павлищев когда-то питал чистое чувство к сестре матери Бурдовского – крестьянской девушке. Когда та умерла молодой, он отложил крупные придано её сестре. Много помогал ей после замужества и рождения сына. Отсюда и вправду возникли слухи о его связи с этой сестрой. Но легко доказать, что они – ложь. Мать Бурдовского теперь сильно нуждается, и князь недавно оказал ей поддержку деньгами. Услышав всё это, Бурдовский кричит, что отказывается от своих претензий. Лизавета Прокофьевна Япончина в возмущении бронит нигилистов. Сумасшедшие, да вы от тщеславия и гордости и друг друга переедите. Она негодует и на князя. А ты ещё у них прощения просишь? Однако генеральше смягчается, когда Ипполит Терентьев начинает сильно с кровью кашлять и объясняет, что ему осталось жить всего недели две. Князь Елизавета Прокофьевна угощают Ипполита чаем. Евгений Павлович смотрит на эту сцену с издёвкой. «Да ведь от ваших теорий легко прямо перескочить на право силы и даже убийства», замечает он Ипполиту. «Ну и что?» – небрежно бросает тот. «Да просто по моим наблюдениям», отвечает Евгений Павлович, «никогда наш либерал не в состоянии позволить иметь кому-нибудь своё особое убеждение и не ответить тотчас же своему оппоненту ругательством или чем-нибудь хуже». Ипполит прощается, говоря, что едет домой умирать. «Природа очень насмешлива», – бормочет он. «Она создаёт самые лучшие существа с тем, чтобы потом насмеяться над ними». Ипполит начинает рыдать, однако тут же, сконфузившись от своей слабости, накидывается на князя. «Я вас ненавижу, иезуитская паточная душонка, идиот, миллионер-благодетель». Ниилисты уезжают. Недовольный чрезмерной добротой князя Япончины сходит с террасы. И тут неожиданно появляется блестящая коляска с двумя барынями. Одной из них оказывается Настасья Филипповна. Она кричит Евгению Павловичу о каких-то его долгах и векселях, которые по её просьбе выкупил Рогожин и теперь подождётся взысканий. Родомский потрясён оглаской неприятных для него сведений. Коляска уезжает. Князь Мышкин, услышавший голос роковой для него женщины, близок к обмороку. Князь и Япончины ломают голову над целью загадочного поступка Настасьи Филипповны. Ганя подтверждает слух о том, что Родомский имеет крупные долги. Постепенно проясняется, что Настасья Филипповна, видимо, старалась расстроить помолвку Родомского с Аглайей, изобличив его в неблаговидных делах. Аглаю она прочит за Мышкина. После появления Настасьи Филипповны князем овладевает тяжёлые чувства. Рог неудержимо втягивает его во что-то страшное. Через три дня после ссоры с князем из Ипполита Лизавета Прокофьевна вбегает к Мышкину и требует откровенных объяснений. Любит ли он Аглаю и не женат ли на Настасье Филипповне, как об этом ходят слухи. Князь отвечает, что на Настасье Филипповне он не женат, и показывает Лизавете Прокофьевне только что полученную от Аглая записку, где она в дерзком тоне запрещает ему посещать их семью. Лизавета Прокофьевна хватает князя за руку и тащит к себе на дачу, приговаривая «Невинный простофиля! Это она с горячки! Досадно было, что ты не идёшь, только не рассчитала, что так к идиоту писать нельзя, потому что буквально примет». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова